Лекарство от здоровья В последние разногласий с боссами Universal, Гору Вербинске в итоге пришлось покинуть проект, и вскоре фильм был заморожен. Итак, что случилось? По словам режиссера, до съемок оставалось 8 недель, когда настал момент X. Он начал обсуждать с продюсерами его рейтинг. Вербинский настаивал на рейтинге R. Тогда он считал, что это уместно, несмотря на то, что получился дорогой фильм, который вряд ли окупится с таким возрастным ограничением. Предстояло создать на экране целый мир, и в конечном итоге, прения по поводу рейтинга в противовес громадному бюджету убили экранизацию. По словам режиссера, в его голове фильм был уже готов, и он ясно представлял, как и что снимать. Как сказал Вербинский, сейчас он отошел от того удара с закрытием проекта и придерживается фабулы «Никогда не говори никогда» и верит, что шанс на съемки все еще есть. Хотя, чтобы все запустить вновь сейчас, это тяжело и практически нереально. Кинолента независимых режиссеров Джереми Гилспи и Стивена Костански «Пустота» успешно демонстрируется на всех фестивалях фантастических фильмов и ужасов. Эта канадская лента снята в духе фильмов Джона Карпентера и произведений Говарда Лавкрафта. Полезным отзывам критиков, фильм напоминает такие ленты, как «Сквозь горизонт» и «В пасти безумия». Отмечу, оба режиссера являются специалистами по спецэффектам и отметились в таких работах, как «Сайлент Хилл 2», «Багровый пик», новая адаптация Стивена Кинга «Оно», «Тихоокеанский рубеж» и многих других. Сюжет этого фильма строится вокруг офицера полиции, который пытается противостоять странным чудовищам, обитающих в подземельях больницы. Добавлю, в широкий прокат лента пока не вышла, но зато с успехом прокатилась по соответствующим фестивалям в США, Канаде, Швеции, Великобритании, Германии и даже Мексике. В Россию картина не заезжала и вряд ли будет показываться здесь в кинотеатрах. В США на широкие экраны ограниченным прокатом из-за сцен жестокости лента выйдет в марте этого года. Продолжается уже кажущейся вечностью сбор средств на съемки ремейка «Умберто Ленци. Город кошмаров». Объявленный в начале 2015 года проект с привлечением в качестве режиссера Тома Савини так пока толком и не начался. Отмечу, на сегодняшний момент набрано около 135 тысяч долларов. К проекту обещали привлечь даже оператора, работавшего с Робертом Зимекисом, на трилогии «Назад в будущее». Продюсером и консультантом значился сам Умберто Ленци, а спецэффекты обещал лично сделать Том Савини. На YouTube также был выложен наспех снятый тизер для привлечения к делу фанатов. За вложенные деньги людям щедро обещают плакаты, экскурсии по съемкам, будущие DVD и блюрей-диски с этим фильмом, а также роли в будущем фильме. Также 2% от сборов будут пожертвованы в организацию «Врачи без границ» и международной миссии по борьбе с проказой. Обещалось, что на деньги будет разработана серия комиксов по будущему фильму. Также на сайте по сбору отмечается, что фильм в любом случае будет снят, но с привлечением денег фанатов он будет лучше в техническом плане. По факту, заявленные сроки старта съемок уже прошли, не говоря о том, что премьера фильма должна была быть в конце 2016 года. По-прежнему о съемках фильма никто ничего не слышал. На сайте есть юридическое предупреждение, по сути, снимающая ответственность в случае, если фильм все же не будет снят. Между тем, каждый из заявленных актеров и членов съемочной группы занят своими собственными проектами, и съемки в ленте Тома Савини в их график, похоже, не входят. Зато на сайте IMDB гордоливо в списках ролей значатся люди, пожертвовавшие проекту деньги. Сам Том Савини сейчас снимается в сериале «От заката до рассвета». Под руководством своего приятеля Роберта Родригеса. Также Савини в свободное время стреляет из ружья, ловко метает топоры и поедает чипсы на берегу океана, не забывая угощать жирных чаек, о чем с удовольствием делится в одной из соцсетей. Ни с кем из объявленных в проекте людей Том замечен не был. Либо Том Савини потерял интерес к проекту, либо денежный поток настолько вял, что дело практически не продвигается. Остается следить за новостями. На этом все. Следите за интересными новостями в мире кино. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин